Британцы выбрали свободу, проголосовав на референдуме, и теперь благодарны Брекзиту за стабильный экономический рост. Итальянцы не согласились с конституционной реформой премьера Ренци. Греки снова обсуждают возможный выход из зоны евро. Марин Липен на финишной прямой президентской гонки во Франции. Как Россия участвует в избирательной кампании. Путин хотел бы вернуться в ту ситуацию, которая была во время его первого президентского срока. Правый поворот Европы и новой надежды Кремля, каким будет Евросоюз через год. Я пыталась уже вывести детей, мне их трое. В Донецке и Авдеевке снова дали свет и воду, но ночные обстрелы продолжаются. Никто не знает настоящих цифр. Никто не знает тех ужасных пыток, которым подвергаются люди. Опубликован доклад о сирийской военной тюрьме Саиднаев, в которой были убиты как минимум 13 тысяч человек. Неоднократное совершение административных правонарушений не увеличивает уровень общественной опасности. Госдума может отменить политическую статью Уголовного кодекса за нарушение на митингах. Здравствуйте, я Тимур Олевский. Марин Липен идет на президентские выборы во Франции под лозунгом выхода из Евросоюза. Лидер партии Национальный фронт заявила в эфире телеканала LCI, что в случае своей победы проведет референдум о выходе из Евросоюза. А если граждане ее не поддержат, Липен пообещала уйти в отставку. О том, чем возможный приход к власти Липен грозит Европе и как Россия связана с ультраправыми политиками, поговорим прямо сейчас. Согласно прогнозам, у лидера ультраправых впервые есть шанс победить. По крайней мере, социологи утверждают, что Марин Липен выходит во второй тур. Там же может оказаться и лидер политического движения «Вперед», бывший министр экономики центрист Эммануэль Макрон. Третий кандидат, социалист Франсуа Фийон, вынужден оправдываться за финансовые махинации, в которых оказались замешаны он сам, его жена и дети. И Фийон вот-вот может выбыть из гонки. В этой борьбе за пост главы государства косвенно уже участвует Россия. Итак, обо всем по порядку. Россию с семьей Липен связывают давние отношения. Отец нынешнего лидера Национального фронта и прежний лидер партии Жан-Мари Липен в России бывал много раз. Известно, например, о его тесной дружбе с Владимиром Жириновским и с другими российскими политиками. Марин Липен также не раз признавалась, что видит в Москве одного из главных своих союзников. Подробнее в нашей справке. Ноябрь 2014 года. На съезде Национального фронта в Лионе бурными аплодисментами встречают зам руководителя Российской Госдумы Андрея Исаева. Медамы, месье, шер, комарат. Приветствую делегатов и гостей съезда от лица Государственной Думы парламента Российской Федерации. К этому моменту Россия и ультраправая французская партия во главе с Марин Липен дружат домами уже больше трех лет. Впервые на российскую тему публично Марин Липен высказалась через несколько месяцев после собственного избрания на пост лидера Национального фронта. Октябрь 2011 года. Интервью коммерсанту. Я признаю, и я этого не скрываю, что в некоторой степени восхищаюсь Владимиром Путиным. Первый официальный визит Марин Липен в Россию состоялся в июне 2013 года. Помимо встреч со спикером Думы Сергеем Нарышкиным и вице-премьером Дмитрием Рогозиным, состоялся и загадочный круглый стол на тему «Нравственность и демократия», который прошел в Крыму. Тогда же Марин Липен выступила перед студентами в престижном МГИМО. Я хочу любой ценой сделать так, чтобы Франция была способна поддерживать очень тесные связи с Россией, потому что у нас есть общая история, но потому что это в наших общих интересах. Во время того визита в Москву Липен публично поддержала скандальные законы Госдумы о запрете сексуальной пропаганды среди несовершеннолетних и запрете усыновления детей однополыми парами, а также закон о некоммерческих организациях. 17 марта 2014 Липен и ее партия признали референдум в Крыму на следующий же день после его проведения. Национальный фронт был и остается единственной французской партией, которая считает присоединение Крыма к России легитимным. На мой взгляд, результаты референдума не вызывают никаких споров. Это было ожидаемо, и народ, живший в страхе, бросился в объятия той страны, откуда появился, поскольку вы знаете, что Крым является частью Украины только в течение 60 лет. 12 апреля, менее месяца спустя после аннексии Крыма, Липен вновь вернулась в российскую столицу. А в эфире российского телевидения президент Путин поздравил ее с успехами на муниципальных выборах во Франции. Через полгода, в сентябре 2014-го, французское издание Mediapart опубликовало расследование, в котором утверждалось, что на счета Национального фронта поступили 9 миллионов евро от российского банкира Константина Малафеева. А весной 2015-го хакеры из знаменитой теперь уже организации «Шалтай-Балтай» выложили в сеть переписку между Тимуром Прокопенко, тогда замначальником управления внутренней политики администрации президента, и неким Костей, предположительно как раз банкиром Константином Малафеевым. В переписке, например, есть и такой момент – март 2014-го, сразу после аннексии Крыма. Марин Липен официально признала итоги референдума в Крыму, не подвела. Нужно будет французам от нас какой-нибудь респект сделать, это важно. 17 января этого года в интервью «Известием» на вопрос о том, как она будет выстраивать отношения с Россией в случае победы на президентских выборах, Липен ответила. «Я намерена предоставить Франции независимость от США и НАТО и восстановлю нормальные отношения между Францией и Россией, в частности, путем снятия несправедливых и неэффективных санкций. Я также признаю Крым частью РФ». А вот как парижане отвечают на вопрос, кто представляет для Франции большую угрозу – Россия Путина или Америка Трампа. Обе страны не вызывают больше никакого доверия. Мы находимся в центре конфуза. Происходит радикальное изменение политики как с одной, так и с другой стороны. У обоих империаристское видение. У Путина – это Украина, где он аннексировал Крым, а у Трампа – это экономическая политика, которая будет агрессивнее, чем раньше. Ваш вопрос очень абстрактный – боятся ли США или России. Я бы сказал, что я немного опасаюсь Дональда Трампа. Пусть он и президент, но его политика выглядит опасной, и весь мир боится этого. Его политика продемонстрировала открытый расизм в адрес мусульман и иностранцев. Он хочет построить стену, чтобы разделить США и Мексику. Россия же не вызывает особых опасений для меня, хоть я ее и плохо знаю. Но если сравнивать с США, то меня больше пугает Трамп, нежели Путин. Я не боюсь ни того, ни другого. Мы не знаем, куда подует ветер. И даже если сегодня небо серое, это не значит, что будет гроза. Не стоит бояться того, что еще не произошло. Конечно, политика России. Россия – это военное государство, это оружие, тогда как США – это в большем политика протекционизма, это экономика. Трампу можно предъявить много претензий из-за того, что он делает, и что другие президенты, как Обама и Буш, не делали. Но между двумя – Трампом и Путиным – я думаю, что Трамп лучше. В разгар предвыборной гонки Фейсбук запустил вместе с французскими СМИ проект по борьбе с распространением ложных новостей. В сообщество фактчекеров вошли ведущие французские медиа. А основатель сайта WikiLeaks Джулиан Асанш утверждает, что обладает информацией, которая бросает тень на одного из кандидатов. WikiLeaks получила доступ к тысяче частных писем бывшего кандидата президента США Демократической партии Хилари Клинтон. Так вот, по словам Асанжа, в них содержится переписка с Эммануэлем Макроном, который может его скомпрометировать. Это заявление тут же появилось и на французской версии сайта телеканала Russia Today. В декабре прошлого года прокремлевский РТ получил дополнительное финансирование в размере 1,2 млрд рублей на организацию вещания на французском языке накануне президентских выборов во Франции. Джулиан Асанж, кстати, пробовал себя в роли ведущего своей программы на телеканале РТ в 2012 году. Мой коллега, обозреватель настоящего времени, Сакен Мурзаев, в студии и тоже сегодня посмотрел РТ. Сакен, твои впечатления? Да, начал день с этого канала. И надо сказать, что Франция огромное место занимает сейчас в вещании Russia Today, как вот недавно совсем американские выборы. Но Асанж присутствует на сайте, присутствует в материалах, но сегодня в основном говорилось о раскладе. Всем говорят о четверти голосов, которые получает Марин Липен. Про странное интервью с дочерью Марин Липен, Марион Липен, было сегодня показано. И что касается Эммуэля Макрона, о котором чуть позже в нашей программе, то его удивительным образом представляют по большей части карикатурно. Знаешь, собирают разные карикатуры во французском интернете, во французской прессе. То есть высмеивают? Высмеивают, представляя его таким изнеженным мимом, таким актером, который не совсем уверенно говорит о французской культуре, о ее открытости. Ну, короче говоря, списывают его в таких маменькиных сынков. Буквально такими словами его и описывали сегодня на Russia Today. А мы сейчас посмотрим. Вот. Таким образом, пока нет агрессивного какого-то нападения и предъявления этих документов о Сандже, о которых все говорят. Но, кто знает, наверное, в скором времени и это появится. Что касается связи Константина Малафеева, российского олигарха, который очень известен, ну, российского бизнесмена, олигархов его трудно назвать, человека, который известен в том числе и по событиям на востоке Украины, насколько я понимаю. Ты провел целое исследование насчет его участия во Франции. Да, это удивительно. Казалось бы, где Малафеев с каналом Царьград и ультраправославными взглядами и католическая западная Франция. Оказывается, есть связь. Существует на западе Франции, в Вандеи, в той самой Вандеи, которая когда-то оборонялась от французской революции, существует огромный на 23 гектара национальный парк развлечений Пидэфу называется он. Вот вы можете видеть это красочное представление, которое под открытым воздухом происходит уже 30 лет, уже 40 лет, с 1977 года. Это реконструкция? Это реконструкция, которую занимается виконт Филипп де Жоли де Вилье де Сентиньон, известный как Филипп де Вилье. Это человек, который возглавляет партию движения за Францию, это ультра-националистическая партия, который договорился с Константином Малафеевым о взаимных инвестициях. Вот этот русский православный олигарх, или, как ты сказал правильно, предприниматель, вкладывает вот в этот парк, а француз вкладывает в строительство Царьградов двух вот таких же парков. Один будет построен в Подмосковье, а второй в Крыму. Это единственное серьезное участие России в культурной жизни Франции за последнее время? Да, и много других форум. Например, был недавно построен большой православный и культурный русский центр в центре Парижа, но об этом, обо всем мы сейчас поговорим. Мы, кстати, сегодня говорили днем с... Юрием Рубинским, директором Центра изучения Франции Института Европы и Академии наук, и он нам много рассказал о том, как Россия присутствует во Франции. Хотели бы спросить у вас, насколько действительно обосновано это ощущение, что и социальные сети, и иностранные СМИ, в том числе и российские, могут как-то на французские выборы повлиять. Как вы считаете? Сегодня, на данном этапе, никаких сведений на этот счет нет. И, собственно, если сравнить российский след, так сказать, на средствах массовой информации предвыборной кампании из Соединенных Штатов, особенно после ее окончания, вот, и во Франции, ну, конечно, сушает гораздо масштабнее. Скажите, пожалуйста, какие вот такие классические, традиционные каналы влияния есть у России на французское общество? Видите, во-первых, российско-культурное присутствие во Франции достаточно весомое. И тот факт, что там открыто, культурно-православный, так сказать, культурно-духовный центр в самом центре Парижа, на набережной Сены, открыт успешно. Он сейчас там открывается филиал института Пушкина. Это такой, что ли, образовательный центр, как во многих странах. Русский язык. Это такой институт русского языка, по сути, да, промотирующий русский язык. Именно, но он будет иметь тоже определенную духовную, там, церковную направленность. Но это будет... А вы, кстати, можете объяснить, зачем? Ну, вот, каким образом духовная, церковная направленность во Франции продвигает русскую идею? Ну, первый адресат, конечно, этого центра, это, безусловно, русскоязычная диаспора. Она не так уж многочисленна в Франции, но все-таки присутствие есть. И теперь вот российская РПЦ, Россия православная церковь получила, там несколько вернулось зданий к церкви, которые раньше принадлежали ей до объединения зарубежной церкви московского патриархата. Но они не вернули главный собор православный Александра Невского. И он по-прежнему под контролем Константинопольского патриархии. Поэтому вот как бы вот этот новый... Юрий Ильич, смотрите, как выходит, что Россия, влияя к культурным, в языковом смысле, в смысле религиозном, так или иначе апеллирует к консервативной части французского общества, к тем, кто ходит в храмы, выступает против абортов, выступает против геев. Это ли не наводит нас на мысль о кандидате, который представляет вот таких людей во Франции? Ну, как вам сказать? Да. Вот тот кандидат, который вот до недавнего, буквально, две недели еще назад, считался совершенно, ну, что ли, гарантированным будущим президентом Франсуа Фейон, он именно с такой платформой и выступал. Но сегодня его шансы резко снизились. Та компания, которая у него против него развернута, нанесла тяжелейший ущерб его репутации, а вместе с тем и шансом, в общем, главной оппозиционной партии умеренного правого центра, так сказать, республиканцев заменить его сейчас, представляясь, план Б, так называемый, взять кого-нибудь из его бывших соперников по первичным праймерис партии республиканцев и центристов оказалось чрезвычайно трудным. И так что сейчас альтернатива нынешнему к социалистическому правительству, она сейчас несколько неясна. А что касается остальных, вот между умеренным правом и центристами с одной стороны и республиканцами и национальным фронтом Марин Ле Пен, конечно, поединок во втором туре неизбежен. Но кто будет представлять или кто будет противником Ле Пен, сказать трудно. Эммануэль Макрон. Эммануэль Макрон. Да, бывший министр экономики, смотрите, у меня вот какой вопрос. При прочих равных, почему, на ваш взгляд, Россия ставит на радикальную Ле Пен, а не, например, умеренного Макрона? Что хочет в конечном счете Россия от этих выборов? Получить лояльного кандидата или наверняка добиться, я не знаю, развала Евросоюза или там, может быть, отмены санкций путем манипуляции? Почему именно из двух выбирает самый радикальный вариант? Во-первых, если бы даже победил Фион, предположим, то все равно развала или что-то не было. Он был четкий сторонник сохранения и укрепления, но других, может быть, основов Европейского Союза, изменения, корректировки направленности, сотрудничества с главным партнером Франции и Германии в пользу там делал с Россией и все. Что касается Макрона, говорить еще пока рано, он убежденный европеист, глобалист, он некая противоположность Марина Леопен по этим вопросам, но его отношение, скажем, к России и там конкретным конкретным узлам, то есть Украине, там, Сирии и так далее, вопрос пока открытый, он на эту тему особенно не распространяется. Последний вопрос, Юрий Ильич, вы не первое, наверное, десятилетие занимаетесь вопросом Франции и отношений России и Франции. Очень многие годы связывала на эти страны левая идея, ну, даже не будем в Великую Французскую революцию смотреть. А как так вышло, что Москва смотрит на Францию правым глазом сейчас, если так сказать? Это, во-первых, связано с российскими реалиями, это самое главное, вот, но это не основное. Общий сдвиг политических сил и, если хотите, идейного климата в Западной Европе и во Франции, в частности, вправо, очень значительный. Вот это как-то каким-то образом коррелирует с тем, что происходит в России, ну, если хотите, в ее духовной и общественной жизни, совершенно очевидно. Но Москва прагматична, если бы был успешный коммунист, ставили бы на коммуниста, или это прямо идейный выбор сейчас? Дело в том, что, да, перспектива того, что Марина Леопен станет президентом, она, мне кажется, близка к нулю. Спасибо большое. Спасибо, Юрий Рубинский. Спасибо. Спасибо, Юрий Ильич. Бывший министр экономики Франции Эммануэль Макрон стал героем публикаций глянцевых журналов, которые пересказывают историю его знакомства с женой. Она до замужества преподавала Макрону в школе. Он не замечен в громких скандалах и, согласно опросам, может набрать во втором туре более 60% голосов. О нем наша следующая справка. Эммануэлю Макрону еще нет 40, и если он попадет в Елисейский дворец, то станет самым молодым президентом Пятой Республики, потеснив Валерий Жескар де Стена. Тот занял этот пост в 48. Макрон темная лошадка этих выборов. Он появился из ниоткуда и стал кандидатом для тех, у кого рука не поднимается проголосовать за Лепен. История Макрона – история успеха по-европейски. Молодой, любимчик глянца, политический секс-символ, богатый, в конце концов. Мальчик из профессорской семьи с отличным образованием и карьерой – от инвестиционного банкира до министра. Макрона любят журналисты за открытость и готовность всегда дать интервью. И все чаще называют в прессе французским Обамой. Даже название его политического движения «Энмарш» «Вперед» созвучно обамовскому «Yes, we can». Макрон не правый и не левый. Непривычный кандидат для традиционной французской политики не относит себя ни к каким патриархальным партиям, от которых электорату стал так же, как и от старой политической элиты, а ведь та же Лепен на арене с 90-х, не говоря уже о Франсуа Фионе. Уязвимое место Макрона – его личная жизнь. Жена кандидата Бриджит Макрон старше его больше, чем на 20 лет. Она его бывшая учительница, с которой он познакомился в 15 лет и поженились 10 лет назад. Противники Макрона муссируют тему сексуальной ориентации кандидатов в президенты и утверждают, что жена лишь отвлечение внимания. Другая проблема в фроне компромата на Франсуа Фиона, переписка с бывшим кандидатом в президенты США Хилари Клинтон, якобы еще будучи министром экономики, Макрон обсуждал с Клинтон планы на будущее, когда они оба станут президентами. И вот, Сакен, мы, собственно, подошли к технологии влияния на общественное мнение, если, конечно, можно говорить о такой технологии, потому что, вот, ты слышал перед этим Юрий Рубчинский уверял нас, что никакой такой технологии не существует. Однако, почему-то именно правые стали вот такой силой, на которую, как мы видим, Кремль ставит в выборах в Франции. Ну, потому что само французское общество расколото. Вообще, эта технология раскола и работа с расколом некоторыми учеными, людьми науки, скажем, не только политической, подмечена. И в этой связи я хотел бы привести мнение одного очень авторитетного богослова в православном мире, архимандрита Кирилла Говоруна. В свое время этот священник работал в Киеве и был таким министром иностранных дел Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. После некоторых сложностей, скажем так, его отозвали в Москву, ну и после сослали изучать и преподавать богословие. Сейчас он в Калифорнии. Так вот, я предлагаю нашим зрителям посмотреть слова. Что он говорил? Что говорил архимандрит? Формула методов политики Путина такова. Брать политическое тело, находить в нем трещины и затем пытаться его разломать по этим трещинам. В Украине это языковые и культурные особенности восточного мусульмане и христиане, а также вариативности в самом исламе. В Америке стороны противостояния в культурных войнах. В Европе центристы и радикалы. Христианский политик пытался бы это многообразие гармонизировать, так, чтобы различия не приводили к разделениям. Путин же делает ровно наоборот. Он вставляет в трещины колышки и начинает по ним методично лупить. Вот интересные слова Кирилла Говоруна, интересная мысль, об этом мы вот сейчас еще поговорим. Можно, вот даже сейчас опять вернуться к строительству этого центра культурного в России. Потому что, что такое Пи-де-Фу для Франции? Смотри, есть в Париже Диснейленд. И это центр не французской культуры, как мы понимаем. И вот этот центр Пи-де-Фу был построен как оппозиция этой культурной экспансии Америки. Как история Франции, начинающаяся с римских времен и до 20 века. История величия французского, которая никак не связана с Америкой и с другим западным миром. И именно эта часть французского общества, кстати, Пи-де-Фу посещают миллионы французов каждый год, именно эта часть французского истеблишмента Виконт-де-Вилье имеет связь непосредственно с Малафеевым. А Малафеев, как бы кто ни говорил, человек очень связанный с мышлением, скажем, государственным в России, именно вот с этим консервативным, православным, иногда дремучим. Поэтому этот пример, пример расколов, пример расколов, которые вбиваются к линии, он очень хорошо виден даже на парке развлечений. То есть просто вот выбирается какая-то болевая точка, в этой болевой точке вкладываются деньги, как бы говорили. огромные деньги. 400 миллионов евро будет стоить этот парк в Подмосковье и в Крыму, если будет построен. Если будет построен. Культурные связи налаживаются. Мы об этом сегодня еще поговорили. И умел ли он пользоваться этим противоречиями? Он, в смысле, Владимир Путин, если можно так говорить. Но, наверное, это все-таки коллективный человек. Коллективный, и не только во Франции. В данном случае, не один человек. Потому что Константин Малафеев выражает отнюдь не только точку зрения президента Российской Федерации, а это некая группа людей, которые находятся вокруг него и не вся российская власть. Мы об этом сегодня поговорили с сотрудником Института гуманитарных исследований Антоном Шаховским. Я думаю, что здесь стоит говорить о двух таких стратегиях, которые Москва преследует. Первая стратегия это в Москве действительно хотелось бы хороших отношениях с Европейским Союзом и даже с США. Путин хотел бы вернуться в ту ситуацию, которая была во время его первого президентского срока, это 2000-2004 год, когда был такой некоторый медовый месяц между Путиным и Западом. Но это означало одновременно, что Запад закрывал глаза на нарушение прав человека в Российской Федерации, закрывал глаза на некоторые агрессивные действия во внешней политике со стороны Москвы. Но случилось так, что после агрессии в отношении Украины вот этот медовый месяц это уже такое забытое прошлое. Но, знаете, наверное, и поколение сменилось. Знаете, Герхард Шрёдер, человек, с которым там Путин дружит и начинал свою политическую карьеру, очень сильно отличается от Марин Лепен всем, начиная от цели полагания и заканчивая просто, ну, банально возрастом, она моложе. Злее и совсем про другое. Да, конечно же. Но Марин Лепен я не думаю, что сейчас является наиболее предпочтительным кандидатом президенты Франции для Путина и для Кремля. У нее очень плохие шансы выиграть во втором туре. Но здесь не столько важна политика или идеология как таковая, сколько так, как у него не получается, скажем, вернуться в свой медовый месяц по-хорошему, он это будет делать по-плохому. То есть если бы это были не крайне правые, которые вот могут расколоть повестку о крайне левые или какие угодные инопланетяне, он бы с ними работал на них? Или нет? Да, абсолютно. Это абсолютно прагматичная позиция. Да, это то, что делал Советский Союз во время Холодной войны. Это так называемые активные мероприятия, которые нацелены на дестабилизацию западных государств и западных обществ. Скажите, а как вы думаете, а хочет Путин, чтобы Евросоюз развалился? Вот на самом деле пошел под откос, просто рассыпался. Да, я думаю, что это было бы гораздо удобнее для Путина, если бы Евросоюз развалился и он смог бы выстраивать отношения на двухсторонней основе с теми государствами, которые остались бы разъединенными. Любое разъединение, любая дестабилизация всегда выгодна для Кремля. Если продолжить этот правый поворот в нашем разговоре, скажем так, почему не получается тогда с поддержкой правых движений, например, в Польше? Ведь это очень сильная консервативная страна, страна с сейчас национальным возрождением. В Польше тоже есть такие националисты, можно сказать, левыми националистами, например, партия «Смена», которая поддерживает полностью путинскую политику. Она не является популярной, она достаточно маргинальна, но тем не менее там такие силы есть. Но в связи с историческими некоторыми событиями, которые происходили между Польшей и Советским Союзом и Россией, польские националисты в большинстве случаев являются скорее антикремлевскими, антимосковскими. А почему Путин не поддерживает правые движения в Украине? Или на самом деле поддерживает, но мы не знаем что-то про это? Я бы не стал спекулировать по поводу того, что поддерживает какие-либо правые движения в Украине. Но, с другой стороны, они и так существуют. То есть, я не думаю, что нужна какая-либо поддержка дополнительная в Украине. Но, опять же, исторические события... именно для раскола, именно для того, чтобы влиять на политику, потому что попытка влиять на политику Украины только через, предположим, оппозиционный блок или олигархов, она не все время приводит. Или, как недавно это было, поддерживая, ну, совсем уже раритетных социалистов или коммунистов. Да, да, да. Она не приводит непосредственно быстро, там, по крайней мере, то, что мы видим Владимира Путина, к успеху в Украине. Москва могла бы попыталась даже бы скрытно поддерживать эти правые движения. Возможно, у них недостаточно контактов с этими людьми, потому что всегда для любой такой работы необходим... необходимы просто источники, необходимы люди для того, чтобы это делать. Например, вот была ситуация с некоторыми членами гражданского корпуса АЗОВ, которые сейчас обвиняются в СБУ в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Но этот процесс еще идет, и до его завершения я бы не стал делать какие-либо выводы. А вот, если уж мы так лихо переносимся по европейской карте, вы в Вене находитесь, а каких результатов там добились российские силы? Ставя на правых? Я бы, наверное, не стал говорить о российских силах непосредственно, но основная такая прокремлевская партия в Австрии это австрийская партия свободы. Их кандидат почти, почти стал президентом Австрии, но он уступил своему конкуренту. Но Норберт Хоффер, представитель австрийской партии свободы, он стоит на таких достаточно промосковских позициях. И я думаю, что в 2018 году, когда должны состояться парламентские выборы в Австрии, австрийская партия свободы является сейчас наиболее популярной партией, мы увидим какую-либо поддержку со стороны Москвы именно крайне правых. Я думаю, что сейчас ставка идет на австрийскую партию свободы. Они недавно подписали договор о сотрудничестве с Единой Россией, что о многом говорит. Тогда скажите, а, не знаю, гуманитарии, ученые, этики, журналисты, они в этом смысле являются объектами этой большой политической игры, они могут что-то сделать? Или это миф, что люди вот такого гуманитарного и гуманного свойства могут как-то повлиять на политику? Я думаю, что наиболее сейчас кто может этим противостоять подъему австрийской партии свободы, это прежде всего журналисты, не столько, наверное, ученые, потому что влияние ученых навсегда такое обстреливное или медленное. Но вот журналисты или лидеры общественного мнения могли бы изменить ситуацию и я думаю, что гражданское общество точно так же протесты. Все это происходит, тем не менее, и я думаю, что именно из-за активной позиции гражданского общества Норберт Хофер, представитель крайне правых, не смог стать президентом Австрии. Едва, едва не смог. И дождемся 18-го. И это тоже очень важно. Спасибо большое. Спасибо, Андрей Шаховской на связи с настоящим временем. В Донецке и Авдеевке снова дали свет и воду, но ночные обстрелы продолжаются. Никто не знает настоящих цифр, никто не знает тех ужасных пыток, которым подвергаются люди. Опубликован доклад о сирийской военной тюрьме Саиднаев, в которой были убиты как минимум 13 тысяч человек. Неоднократное совершение для торпения правонарушений не увеличивает уровень общественной опасности. Госдума может отменить политическую статью Уголовного кодекса за нарушение на митингах. В Авдеевке на востоке Украины опять взрывы в общей сложности за прошедшие сутки обстрелы боевиков так называемой ДНР. По информации Министерства обороны Украины длились около 12 часов. На этих кадрах результаты обстрела населенного пункта Курдюмовка Донецкой области. Украинские военные утверждают, минувшим вечером по поселку было выпущено 20 снарядов. Осколком мины убит 15-летний подросток. Вчера во время фотофиксации обстрелов бандформированиями города Лобачева под снайперский огонь незаконных вооруженных формирований попали офицеры украинской стороны Объединенного центра контроля и координации вопросов прекращения огня. Потерь, к счастью, нет. Поврежден автомобиль. Всего на Луганском направлении зафиксировано 22 вражеских обстрела. На Донецком направлении 32 обстрела, половина из них из тяжелого вооружения. На Мариупольском направлении впервые за долгое время количество обстрелов возросло, приравнявшись к другим участкам фронта. Мой коллега Марьян Кушнир смог попасть в промзону Авдеевки. Эти кадры сделаны им вчера. На кадрах слышно и видно, как обстреливают позиции украинских военных. По словам военных, против солдат украинской армии применяли гранатометы и артиллерию. Они открывали ответный огонь. Обстрелы продолжались до ночи по всей линии фронта возле Авдеевки. Взять вот эти сейчас эти два дня, сегодня и вчера, то более тихо. А взять с понедельника и назад, то да, было еще жестче. В принципе, я воюю как с 14-го года, мне уже как-то это привычно под такой фигней уже бегать. Ну, есть, конечно, страх большого шоу. Сейчас где-то вот-вот как прилетит. Те, кто когда новенькие приходят, им, конечно, это первый раз очень тяжело пережить и запоминают они надолго эти взрывы, бомбежки и тому подобное. Немного легче, но как, они все равно работают по нам и стрелковым, и из артиллерии. Ослабления значительного нет, разве что сейчас не работают их грады. Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что подачу электричества в Авдеевку удалось полностью восстановить. В школах возобновились занятия, но классы полупустые. В Авдеевке продолжаются ремонтные работы, местные жители чинят поврежденные дома, хотя военные предупреждают, в городе до сих пор небезопасно. Я не поеду никуда, это однозначно. Как бы я пыталась уже вывезти детей, мне их трое, мама младше, мы год и четыре, но мы там нигде не нужны. Муж на работу только слышат, что переселенцы на работу не берут. А жить на пособии на 840 гривен, это нереально. По сообщениям так называемой ДНР, за минувшие сутки украинские военные четыре раза нарушали режим тишины. Перестрелки активизировались на участках, где раньше наблюдалось относительное затишье. 5 февраля представитель так называемой ДНР Эдуард Басурин заявил, что с начала нового обострения в Донбассе погибли 18 участников сепаратистских формирований. В самом Донецке за минувшие сутки серьезных обстрелов и жертв среди мирного населения не было. Вы знаете, спокойствия еще пока нет. Есть надежда на спокойствие на данный момент. Все равно где-то есть тревога, потому что это все непостоянно и в каждый момент может все разобновиться. Не боюсь, но чувство, конечно, неприятное. Кто может чувствовать себя в Донецке в безопасности? Откуда мы знаем, куда, когда прилетит и все. Разве можно на войне чувствовать себя в безопасности? То есть в любой момент опять может? В любой момент может опять начаться, всегда нужно быть готовым. Постоянно думаешь об этом? Ну, как почему? Потому что хочется нормально жить без отстрела. в школу ходить, в садику, где-то уже. Мы очень ждем этого, потому что невозможно. Мы не успокаиваемся. Обещали перемирие, нарушают. Минские договоренности обещали, не выполняют. Что ждать завтра? А мы удалю, дополняем. Каждый день живем и ждем, что начнут опять обстреливать. Если там кто-то от кого-то отделяться будет, будут уничтожать они свой народ? Вот, к примеру, отделение. Ну, как вот тут? Я не знаю, как в мировом масштабе это можно решить. Вот говорят, с Евросоюза хотят уйти те, хотят уйти теры. Их за это убьют, уничтожат как нас или как? Организация Объединенных Наций должна расследовать массовое убийство в секретных тюрьмах Сирии. С таким заявлением выступила Международная правозащитная организация Amnesty International. Она опубликовала доклад о пытках и казнях в сирийской военной тюрьме неподалеку от Дамаска. По данным Amnesty, там были убиты не менее 13 тысяч человек. Подробнее Екатерина Бучнева. Никто не знает настоящих цифр. Никто не знает тех ужасных пыток, которым подвергаются люди. Диабс Сирих был арестован в марте 2006-го за критику сирийского правительства и провел в военной тюрьме Саидная более пяти лет. Когда приносят еду из каждой камеры несутся звуки избиения. Они берут старосту или еще два их как мальчиков для битья. И когда ты слышишь все это, сердце падает. Тебя начинает трясти и это невозможно остановить. Анас Хамада фермер из Латакии. Его арестовали в марте 2011-го за участие в мирном протесте. Он провел в Саидной 15 месяцев. Всего правозащитники собрали свидетельства более 80 человек. Многие из бывших заключенных до сих пор боятся говорить на камеру. Когда нас били перед камерами, я видел пол весь в крови. И в воздухе стоял удушающий запах крови. Эти люди одни из немногих, кому удалось выйти из Саидная живыми. По данным Amnesty International в этой военной тюрьме недалеко от Дамаска с 2011 по 2015 годы были убиты до 13 тысяч человек. Большинство из них гражданские, выступавшие против режима Башара Асада. Их систематически пытали, избивали и лишали еды и медицинской помощи. Каждую неделю обычно по понедельникам и средам группы от 20 до 50 человек выводили из камер. Охранники говорили, что их переводят в гражданскую тюрьму, но вместо этого ввели в другое здание в Саидная и там вешали. Тела убитых закапывали в окрестностях Дамаска. Amnesty International считает, что столь масштабная и систематическая деятельность была бы невозможна без одобрения высшего сирийского руководства. Правозащитники призывают ООН провести независимое расследование массовых казней. В декабре Генассамблея ООН согласовала начало сбора доказательств военных преступлений в Сирии. Однако президент Башар Асад вряд ли пойдет на сотрудничество. Сегодня в интервью госагентства САНА он заявил, что не признает Международный суд ООН. Мы все знаем, что ООН предвзяты из-за влияния Америки, Франции и Великобритании. Большинство ведомств ООН работают не для того, чтобы принести миру стабильность и правду. Они политизированы и выполняют повестку этих стран. Как президент я исполняю свои обязанности. То же делают правительство и армия. И мы не оглядываемся на это, не беспокоимся об этом. Мы должны защищать свою страну всеми средствами. И нас не заботит этот суд или другие международные организации. Повлиять на сирийское правительство, по мнению Amnesty International, могут союзники Дамаска, Россия и Иран. В этом смысле Россия играет особую роль и как союзник Сирии, и как член Совета Безопасности. Одно из необходимых требований сейчас это доступ международных наблюдателей в сирийские тюрьмы. Это то решение, на котором может настаивать Совет Безопасности, и это то решение, на котором в Совете Безопасности должна настаивать Россия. Согласно более раннему докладу Amnesty International, всего в тюрьмах Сирии с начала гражданской войны были убиты 17 тысяч человек. С учетом новых данных число жертв достигает 30 тысяч. При этом, по данным правозащитников, пытки и убийства в Саиднае продолжаются. Екатерина Бучнева Настоящее время. В Москве сегодня утром был задержан гражданский активист Марк Гальперин. Около 9 утра он написал на своей странице в Фейсбуке, что неизвестные уже полчаса звонят ему в дверь, отказываясь представиться. Позже дверь была распилена болгаркой. В этот момент Гальперин попытался бежать, прыгнув из своего балкона на втором этаже, но был схвачен полицейскими. Как сообщила медиазония, адвокат Гальперина Ксения Костромина, он был допрошен в качестве обвиняемого по уголовному делу. Что это за дело, адвокат не рассказал, сославшись на подписку о неразглашении. По сведениям издания ОВД Инфо, на активиста завели уголовное дело по статье призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Это часть первой статьи 280 Уголовного кодекса с максимальной санкцией до четырех лет колонии. На Марка Гальперина также заведено дело о неоднократном нарушении порядка проведения митинга. Задержание Гальперина как раз совпало с инициативой Госдумы России. Там хотят отменить одну из наиболее известных политических статей, ту самую статью 212.1 «Неоднократные нарушения порядка организации и проведения митинга». Поправки в уголовный закон подготовили депутаты от ЛДПР Игорь Лебедев и Ярослав Нилов. Эта статья появилась в Уголовном кодексе в июле 2014 года. Она предусматривает до пяти лет тюрьмы для самых настойчивых оппозиционеров. Первым приговоренным по новой статье к лишению свободы стал Эльдар Дадин. О причинах возможной отмены уголовного наказания за административные правонарушения я спросил одного из авторов поправок депутата Госдумы Ярослава Нилова. «Мы согласны с позицией Генеральной прокуратуры, которая гласит о том, что неоднократность совершения административных правонарушений не увеличивает уровень общественной опасности. А исходя из уровня общественной опасности необходимо выбирать соответствующее наказание, в том числе и уголовную санкцию Уголовного кодекса. В данном случае и эксперт, и юрист склоняются к такой же позиции. И мы разделяем позицию Генеральной прокуратуры. На ваш взгляд, в Госдуме есть достаточно сторонников декриминализации таких же, как вы? Есть шанс, что эта инициатива пройдет успешно Госдума, как недавно декриминализация статьи о побоях, которые, кстати, много в обществе спорили? Или все же нет? Значит, все будет зависеть от того, как общество будет настроено и насколько оно активно будет сейчас обсуждать эту тему. Мне кажется, обществу вообще все равно. Общество в целом не интересуется массовыми акциями протестов. И уличными. Берем общественные организации активные. Посмотрим, чем закончится и каково будет решение Конституционного суда по этому делу как первая ласточка правоприменительной практики этой статьи. В любом случае, мы считаем, что достаточно сурово существуют санкции административного кодекса. И даже при необходимости, если надо усилить ответственность за неоднократные правонарушения, недостаточно вправить административную помощь. Ярослав, и последний вопрос. Мне было бы спокойнее, если бы я хотел, чтобы эту статью декриминализировали, как многие другие люди, мне было бы спокойнее, чтобы вы сказали, что вам позвонили из администрации президента и сказали, выступайте с инициативой, мы поддержим, потому что в противном случае, мне кажется, перспектив у этого, у этой инициативы не очень много. У вас не было никаких сигналов сверху? Мы в ЛДПР депутаты, обладающие правом законодательной инициативы, самостоятельно принимаем решение о том, какие законопроекты вносить, какие не... Ну, а вы говорили с коллегами из «Единой России», что они думают по этому поводу? Ну, мы понимаем, что опыт нашей законодательской работы показывает, внесенные в фракции ЛДПР инициативы порой порождают аналогичные инициативы, но за подписью других авторов, и они идут на принятие. Мы готовы вообще отозвать нашу инициативу, пусть, главное, принимают и из-за головного кодекса эту вредную статью исключают. Европейский суд по правам человека присудил 184 тысячи евро 23 гражданам России за нарушение их прав на мирные и свободные митинги. Большинство эпизодов касаются акции «Стратегия 31» в защиту 31-й статьи Конституции, гарантирующей свободу собраний. О других новостях коротко расскажет моя коллега Кристина Суворина. Президент США Дональд Трамп может поддержать вступление Черногории в НАТО. Сделать такое заявление, как стало известно изданию «Политикам», Трампу в ближайшее время предложит его советник по национальной безопасности Майкл Флинн. Поддержка вступления Черногории в Североатлантический альянс, отмечает издание, станет главной проверкой политики администрации Трампа по отношению к Москве. Известно, что Россия крайне негативно относится к планам по расширению НАТО, в первую очередь к вступлению в альянс Черногории. Черногория получила официальное приглашение вступить в НАТО в декабре 2015 года. В соответствии с правилами НАТО президент США может заблокировать вступление страны в альянс, так как для этого необходимо согласие всех членов БОКа. Дипломатический скандал в Киеве. Посол Германии в Украине Эрнст Райхель в интервью РБК «Украина» заявил, что цитата «отсутствие российских войск не является обязательным условием проведения выборов на Донбассе». Как выяснили украинские журналисты, Райхеля уже вызвали в МИД Украины. В Министерстве высказывания посла считают недипломатичными. И вот реакция министра иностранных дел Украины Павла Климкина. Два избирательных фарса под дулами российских автоматов. Имеем две оккупационные власти в оккупированном Крыму и на Донбассе. Хватит фарсов. Диссертационный совет МГУ не будет рассматривать по существу диссертацию министра культуры России Владимира Мединского. Такое решение пояснил декан исторического факультета. Было принято из-за того, что подозрений в плагиате научной работы Мединского нет. Лишить министра культуры докторской степени по истории в прошлом году потребовала группа ученых из-за грубейших ошибок и антинаучного метода проделанной работы. Во вступлении к диссертации Мединский указывает, что национальные интересы — вот абсолютный стандарт истинности научного труда. А вот одна из характерных цитат из докторской министра культуры. Но на самом деле русские люди по сравнению с иностранцами были настоящими трезвенниками, ведь им разрешалось употреблять спиртные напитки всего несколько дней в году по четырем большим церковным праздником. Иностранцы же пили беспробудно и ежедневно. Яндекс.Деньги отключил кошелек, который использовался для сбора средств на компанию Навального. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава федерального штаба политика Леонид Волков. Ранее сервис предупреждал, что счет будет заблокирован из-за новых правил. Изначально его открыли для сбора средств на избирательную компанию политика основателя фонда борьбы с коррупцией. Представители Яндекс.Деньги в свою очередь заявили любая информация по счетам пользователей защищена режимом банковской тайны. Поэтому подтвердить информацию об отключении счета для сбора средств на компанию Навального они не могут. Экскурсия по местам громких коррупционных скандалов. В Мехико открыли новый экскурсионный маршрут. Туристический автобус с надписью «Кораб Тур» делает 10 остановок. Например, туристам показывают офис крупнейшей в стране телекомпании, руководство, которое подозревают в тесных связях с правительством. Другая отметка на карте тура здание Сената. Его постройка обошлась почти в 5 миллиардов песо, при том, что планировалось потратить в три раза меньше. Кроме них офис генпрокурора и элитный дом действующего президента страны. Наша цель начать обсуждение проблемы коррупции. Мы открыли тур по 10 местам, связанным с показательными скандалами. Люди смогут узнать о них, ознакомиться с цифрами и данными. Мы делимся информацией, чтобы граждане могли собраться и начать борьбу с коррупцией. Россия прописали нейтральный флаг. Сегодня Международная Федерация Легкой Атлетики отказалась допускать российских спортсменов до чемпионата мира в Лондоне, который пройдет этим летом. А всем желающим предложила выступить под нейтральным флагом о допинговых войнах Ринат Довлетгильдеев. Восстановление членства отказать на соревнования не допустить. Несмотря на надежды российских спортивных чиновников и, конечно, самих спортсменов, сборную страны по легкоатлетике пока не реабилитируют. Первый шаг к окончательному снятию спортивного эмбарго, на который так рассчитывали в Москве, провалился. Обещанный к маю конец блокады легкоатлетической сборной откладывается как минимум до ноября. А это значит, что летний чемпионат мира спортсмены пропустят. С декабря произошел ряд событий, которые нельзя назвать продуктивными. В частности, комментарии вице-премьера России Виталия Мутко, доказательства, что еще один отстраненный тренер работает с атлетами, ограниченное количество тестов на национальном уровне. Впервые российские легкоатлеты оказались под санкциями осенью 2015-го после публикации первой части доклада Ричарда Макларена, в котором говорилось о массовом применении допинга спортсменами из России и поддержке этого на государственном уровне. Тогда Национальную федерацию легкоатлетики отстранили от всех соревнований, а чистым спортсменам предложили заявляться на турниры в частном порядке как независимые атлеты и выступать в Рио под нейтральным олимпийским флагом. В результате единственным спортсменом из России, кто принял участие в бразильских играх, стала Дарья Клишина, живущая и тренирующаяся в США. На родине чемпионку Европы прозвали за это предательницей, она выступила под флагом с пятью кольцами, а на самих соревнованиях Клишина заняла девятое место. Дарья Клишина до сих пор единственный российский легкоатлет, у кого есть лицензия Международной Федерации в соревнованиях, будь то чемпионат Европы или старты Кубка мира. С момента Олимпиады она так и участвует под нейтральным флагом. Мое окружение, тренеры, спортсмены, команда, родные. Никто меня не считал предательницей. Для меня это самое главное. О мнении остальных людей пускай остается с ними, они могут рассуждать, как хотят. Я остаюсь ближе к тем, кто верит в меня и поддерживает. Конечно, никому из россиян не нравится выступать нейтрально, но все и мы, и иностранные спортсмены и болельщики будем знать, за какую страну мы боремся. Выступать под нейтральным флагом российским спортсменам приходилось не раз. Так, в 92-м году на обеих Олимпиадах и зимней в Альбервилле и летней в Барселоне спортсмены некоторых стран бывшего СССР выходили на стадион под олимпийским флагом в составе объединенной команды. Сейчас индивидуальной заявкой в Международную Федерацию отправили 35 спортсменов из России, в том числе олимпийский чемпион Лондона в прыжках в высоту Иван Ухов, чемпион мира 15-го года в беге с барьерами Сергей Шубенков и другие титулованные спортсмены, которые входят в мировую элиту. Решение по ним должны принять к маю. Также к чемпионату мира по лёгкой атлетике в Лондоне не будут допущены и российские паралимпийцы. Об этом стало сегодня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на британское издание Daily Telegraph. Международный паралимпийский комитет намерен не допустить россиян до участия в чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проводится под его эгидой. Он, кстати, проводится с 14 по 17 июля. Международный паралимпийский комитет в прошлом году по итогам расследования данных из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена объявил о приостановлении членства паралимпийского комитета России. Ну и в мае, напоминает, ТАСС, полком Международного паралимпийского комитета, рассмотрит вопрос допуска россиян к участию в международном соревновании и восстановлении членства паралимпийского комитета России. К другим новостям грузинские власти закрыли одну из крупнейших турецких школ в стране лице имени Рифайдина Шахина в Батуме. Причина в неких несоответствиях стандартам грузинской системы образования. Однако педагогический состав школы, как и родители учеников, называют это решение политическим. Закрытие этого лицея добивалась турецкая сторона. Школа Шахина оказалась в списке учебных заведений, которые, по мнению Анкары, финансируются фондом Фетхюллаха Гюлена. Напомню, именно этого общественного деятеля турецкие власти считают организатором неудавшегося военного переворота в стране в июле прошлого года, когда часть турецких военных предприняла попытку взять под свой контроль ряд стратегически важных объектов в Анкаре, Стамбуле и других городах. С подробностями собственный корреспондент настоящего времени в Грузии Звиад Чедлишвили. Несколько неожиданных проверок подряд и неутешительный итог Минобразование Грузии выявило в школе-лицея имени турецкого политика Рефайдина Шахина ряд нарушений и отозвало лицензию на право осуществления образовательной деятельности. Правда, сам директор учебного заведения до сих пор не знает, о каких конкретно нарушениях идет речь и сколько их. Зато он уверен, решение о закрытии школы было принято властями страны заранее. Еще 18 января в турецких СМИ появилась информация, что грузинские власти наконец закроют эту школу. Это дает мне основания полагать, что мы имеем дело с политическим решением. Турецкая сторона уже более полугода добивается закрытия школы-лицея Шахина. Летом прошлого года генконсул Турции в Батуми Ясин Темискан заявил, что лицей финансируется и управляется фондом Гюлена и воспитывает террористов. Речь идет о проживающем в США турецком общественном деятеле Фетхюлахе Гюлени, которого Анкара обвиняет в организации неудавшегося военного переворота. Правда, администрация лицея отрицает какие-либо связи с Гюленом. В свою очередь в Минобразовании Грузии утверждают, что решение об отзыве лицензии у школы никак не связано с событиями в Турции. Были выявлены конкретные нарушения, например, связанные с отчислением учеников. Примерно через 10 рабочих дней мы представим подробный отчет и ознакомим общественность со всеми выявленными проблемами. Ни о какой политике не может быть и речи. Однако, такая недосказанность лишь усиливает подозрения среди педагогов и родителей учеников школы Шахина. Когда в Турции решают, что в Грузии нужно закрыть ту или иную турецкую школу, то это, мягко говоря, вызывает недоумение. Почему в чужом государстве должны решать судьбу школ, пусть даже турецких, на территории Грузии? Насколько мне известно, одним из нарушений было признано то, что в школе планируется закрыть турецкий сектор, откуда семерых учеников должны перевезти в грузинский. И это, мол, нарушает их права, хочу спросить министра образования Грузии. Закрытие школы, где обучаются около 340 учеников, не является нарушением прав. К слову, закрытие турецкого сектора в школе действительно планировалось. Однако, по словам директора, этот поэтапный процесс был согласован с Министерством образования и им же одобрен. Никаких проблем не возникало. Почему же сейчас это оказалось нарушением, для администрации школы остается загадкой. И тем не менее, занятия в лицее пока проводятся. Преподаватели и ученики приходят туда, как говорится, на свой страх и риск. Ситуацией вокруг турецкой школы заинтересовался омбудсмен Грузии Учана Нуашвили, призвав власти к большей прозрачности и обоснованию своих действий. Что касается турецкой стороны, то никаких заявлений пока не звучало. С Виатом Четалишвили Мераб Цулукидзе специально для настоящего времени Грузия-Батуми. Ну и в конце этой программы еще одна короткая новость. Блогер из России Александр Лапшин экстрадирован из Минска в Баку и уже отправлен в изолятор службы госбезопасности Азербайджана, сообщает ТАСС. Блогер был доставлен в Баку сегодня поздним вечером специальным рейсом из Минска, где был передан сотрудникам службы государственной безопасности. Он был задержан в Минске в декабре прошлого года. Генпрокуратура Азербайджана возбудила против него в отношении Лапшина уголовное дело по статьям неоднократные публичные призывы, направленные против государства и незаконное пересечение государственной границы Азербайджана. Он дважды бывал в Нагорном Карабахе. Александр Лапшин, ну напомню, что ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия выступает против криминализации посещения журналистами и частными лицами той или иной территории в том или ином регионе. Кроме того, Лавров утверждал, что Москва выступает против экстрадиции россиян, задержанных в какой-либо стране в третью страну. Будем следить из-за этой ситуации. Я на этом с вами прощаюсь. Я Тимур Олевский. Вернусь в эту студию завтра и обязательно расскажу вам что-нибудь новое. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok